Подыгрыши партнёрам. Дальше нужно что-то, чтобы он показал что-то, что он имеет на завершении атаки. Ну а пока Вайс. Вайс с мячом и приближается к штрафной площади Чехов. Пасует партнёру. Виток подача. И там может быть опасно. Гол! Из ничего! Из ничего словаки сотворили этот гол. И шесток отличился. Вот теперь будет интересно. На исходе часа. Первого часа игры. А второго часа не будет. Будет полчаса. Подача Виттека. И там видите преимущество численное. На углу Вратарский разводит руками Янкуловский. Он оказался один против двух игроков Словацкой сборной. И пожалуйста вам завершение шесток. При помощи сыграл за счёт Филиппа Галошко, который боролся здесь. Синкуловский. А шесток очень чётко переправил мяч в ворота. А его чех-то и не видел. Там из-за спины выскочил этот игрок. И счастлив. Пусть от этого будет начинаться ещё одна атака сборной Чехии. Вот Нецц сейчас пошёл вперёд. И как-то неожиданно дриблинг. И вот Штайнер. И вот момент, который надо забивать. Да, один-один. Ну вот и всё. Вот и закончилась Словацкая сказка. Пудел. Пудел очень быстро отыгрывает. Как бросили его. А вот мы видим Родослава Ковыча. Один-один. Ещё играть и играть. И сейчас именно у чешской команды будет. Смотрите. Он очень долго уже один. Очень долго. И проходит у Штайнера эта передача. Кто-то здесь не доработал. Кто-то не вернулся назад. А Пудел всё сделал здорово. Да ещё и между ног в ротарю попал. Рискованно, конечно, так бить. Забил, значит, был прав. Пудел был очень активен в первом тайме на первых минутах. Через него. И там уже выдвигался партнёр. Для того, чтобы встретить. Что сделал Плашев? Для чего он это сделал? Или он думал, что Забавник не упадёт? Да в первую очередь. Да только ждал. Смотрите. Ну, видно, крыша поехала сейчас. Уплашила. В своей штрафной. В таких... И пенальти чётко исполнил. По-моему, это был Витек. Нет? Хамшик. Хамшик забивает второй гол. Праздник продолжается. Словакия. Ликует Братислава. 2-1. Вайсу там его помощники советуют сделать замену. Выбрать более оборонительный вариант. Ну что? Сумеет ли? Смотрите. Чех. Угадал, куда будет бить Хамшик? Но угадать-то мало. Самый угол. Я думал, Витек будет бить. Как-то забавник вроде бы что-то ему именно говорил. Покинул поле. И вот он, Вацлав Сверкаш. Про этого человека я вам уже говорил. На чемпионате Европы забил единственный гол. Больше ничем не отметился. Правда, тогда он вышел на замену. Заменил Яна Колера. Здесь Яна Колера заменил Барыш. Подача углового. Ох, какой гол, по-моему, в свои ворота. Семь минут осталось играть. Барыш бежит к центру поля. Нужна победа, несомненно. А вот теперь словакам будет сложно. Они в меньшинстве. Да, в свои ворота забил Дюрица. Нет, тут Барыш еще голову подставил. Можно записать на Барыша. Все-таки игрок, который заменяет Яна Колера, забивает голы. И вот сейчас Дюрица, смотрите, выигрывает вверх. Тем самым перекинув мяч через своего вратаря, у штанги дежурит Милан Барыш. И получите 2-2. Милан Барыш. И играет больше 6 минут. Как теперь будет сложно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok